Получать своевременную и достойную зарплату за выполненную работу сегодня не роскошь, а жизненная необходимость. Однако некоторые крупные организации в Чувашии задолжали своим работникам. Что мешает им рассчитаться с сотрудниками, сегодня выясняли на межведомственной комиссии в Доме правительства. Сегодня работающие люди знают свои права и в спорных случаях обращаются в Государственную инспекцию труда Чувашии. По словам ее руководителя Алексея Метелкина, в сравнении с началом года задолженность по зарплатам возросла. В ведомство обратились больше ста человек, чтобы вернуть кровно заработанное. В состоянии на 28 марта текущего года в данном реестре имеется информация в отношении 25 организаций, на которую сумма задолженности по заработной плате составляет 32,41 миллиона рублей перед 813 работниками. В черный список попали 12 предприятий банкротов, 12 организаций, которые прекратили свою работу и одно экономически активное предприятие. Статистику подпортила задолженность по заработной плате предприятия «Чувашский бройлер». С января она увеличилась на 265 тысяч рублей. Как планируют рассчитаться с долгами, рассказал конкурсный управляющий Владислав Павлов. Задолженность по заработной плате, которая на текущий момент не погашена, составляет около 4 миллионов рублей. В том числе 1 миллион – это проценты за задержку выплаты заработной платы. Денежные средства на погашение данной заработной платы у предприятия имеются зарезервированы. Более 50 миллионов рублей находятся на счетах для того, чтобы обеспечить погашение. Глава Чувашии попросил не затягивать и уже в апреле выполнить все обязательства. В марте по результатам проверок за нарушение требований трудового законодательства привлечены к административной ответственности 26 должностных и 13 юридических лиц, 3 индивидуальных предпринимателя, объявлено 16 предупреждений. Два руководителя могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение законодательства об оплате труда. Людмила Майкова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.